Рев моторов, скорость и драйв в Магнитогорске состояли соревнования по мотокроссам. Их привели в поддержку бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также в память магнитогорцев, погибших в горячих точках. На трассу вышли мотокроссмены почти со всего Урала. Зрелищные заезды увидела и наша съемочная группа. Александру Анферову 16 лет. Гонками на мотоциклах юноша увлекается с самого детства. Сегодня спортсмен из Черябинска имеет первый взрослый разряд. Он успешно выступает на различных соревнованиях. Мастер-класс намерен показать и в этот раз. Я занимаюсь 11 лет уже. Выбрал спорт, потому что папа пошел в спорт. Потом я и братья. Трасса мне нравится очень. Такая подходящая, суперкроссная она. По традиции, перед тем, как спортсмены вышли на старт, состоялась церемония открытия. Помимо организаторов, на ней присутствовали представители Федерации мотоспорта и участники боевых действий. Хочу поблагодарить всех, кто нашел время и возможность приехать сюда, почтить память погибшим героям Магнитогорска. Эти соревнования посвящены памяти. Мы традиционно проводили более уже 14 раз на этой трассе именно. Памяти магнитогорцев, которые погибли при исполнении служебного долга в горячих точках. Ну и на этот раз наше мероприятие посвящено также памяти магнитогорцев, которые погибли при исполнении служебного долга. Ну и в поддержку специальной операции, которую проводит Россия. Ветеран МВД Анатолий Иваншин пришел не с пустыми руками. Тому, кто внес огромный вклад в развитие магнитогорского мотокросса Виктору Коржову он вручил медаль. Виктор Петрович, я хочу вручить тебе медаль за патриотическое воспитание молодежи, за то, что ты вкладываешь медаль 20 лет временному отделу внутренних дел. Это тот отдел, который я организовывал, в котором погиб в лазерцах и тот турнир, который мы с тобой первые проводили. После официального открытия началось все самое интересное. Первыми на старт вышли самые юные гонщики. Они соревновались в дисциплине класс 50. Магнитогорский спортсмен Ярослав Жуков участвовал сразу в двух классах. И если в классе 50 он приехал первым, то в классе 65 ему не удалось показать хороший результат. Не хватило скорости, смелости. Я хотел еще прыгнуть прыжок, но я боюсь его прыгать. Он 13 метров я отсчитывал. У меня не получается его прыгнуть. Я боюсь, что если я вылечу боком, я приземлюсь, и меня расшатает, и я упаду. Всего же в соревнованиях приняли участие около 50 гонщиков разных возрастов из Челябинской, Свердловской областей, Республики Башкортостан. Они демонстрировали свое мастерство в разных классах мотоциклов на одной из лучших трасс страны, состоящей из сложных и в то же время зрелищных элементов. По итогам заезда в каждой номинации определили призеров и победителей. Они получили дипломы и призы.